FIFA 16 Ultimate Team, Монета, а также другие игры вы можете приобрести на сайте Krabba.ru, ссылка в описании. Здравствуйте, с вами Ёжик и сегодня мы поговорим о самых эффективных финтах, которые я использую в FIFA 16. Итак, начинаем из простого, Ball Roll. Он исполняется очень легко, нужно толкнуть правый стик в сторону и придержать его на полсекунды. Его могут исполнить все полевые игроки, ибо для этого нужно всего лишь две звездочки на особых приемах. Это очень даже прикольное движение, с помощью которого можно хорошенько убирать своих соперников. И лучше всего этот финт заходит во время розыгрыша углового, когда кто-то бежит вас встречать. Идем дальше. Ложный удар. Его могут исполнить абсолютно все игроки, даже вратарь. Он исполняется комбинацией двух кнопок, навес плюс пас или удар плюс пас, ну а затем нужно сворачивать стик в нужную вам сторону. С помощью ложного удара очень удобно быстро разворачиваться на 180 градусов. Таким образом можно выходить из неудобной ситуации возле боковой или лицевой линии. Ну и конечно же можно обыграть соперника один в один. Исходя из ложного удара исполняется два финта. Скоп Терн и Хил Чоп. Скоп Терн могут исполнить те игроки, у которых пять звездочек на особых приемах. Все очень просто. Отпускаете кнопку скорости, делаете ложный удар и немного сворачиваете стик от текущего направления. Градус поворота стика должен быть минимальным, в противоположном случае исполните обычный ложный удар. Этот финт шикарно подходит для того, чтобы обыгрывать соперника один в один, когда вы находитесь лицом к лицу. Хил Чоп могут исполнять те игроки, у которых четыре звездочки на особых приемах. Его исполнить немного сложнее. Во время движения нужно отпустить кнопку скорости, зажать кнопку темпа бега ЛТ, она же Л2, исполнить ложный удар и свернуть стик на 90 градусов в ту сторону, куда хотите уйти. Этот финт отлично подходит для быстрого перевода мяча с одной ноги на другую. Таким образом можно мгновенно подстроиться для навеса или удара с рабочей ноги. Кроме того, с помощью этого финта можно просто обмануть соперника и уйти от него в сторону. Ну и на сам конец три разных, но очень похожих между собой финта. Спин, Бербатов спин и МакГиди спин. Итак, Бербатов спин. Его могут исполнять те игроки, у которых четыре звездочки на особых приемах. Во время движения нужно отпустить кнопку скорости, затем толкнуть правым стиком вперед и в сторону. МакГиди спин. Его могут исполнять те игроки, у которых пять звездочек на особых приемах. Исполняется он таким же образом, правым стиком вперед и в сторону. Одно но. Нужно идти пешком, грубо говоря. Если же вы будете бежать на скорости, то ваш пятизвездочный финтёр исполнит Бербатов спин. В этом собственно и разница между ними. Бербатов спин исполняется на скорости, МакГиди спин пешком. Визуально они также немного отличаются. МакГиди спин выглядит немного эффектнее. Ну и на сам конец третий вариант. Просто спин, который на мой взгляд является самым опасным финтом в FIFA 16. Его могут исполнять те игроки, у которых четыре звездочки на особых приемах. Во время движения нужно отпустить кнопку скорости и дважды толкнуть правым стиком под себя в ту сторону, в которую хотите уйти. Спросите, а почему именно он самый крутой, а не Бербатов или МакГиди? Потому что именно он исполняется самым дерзким и быстрым образом. Среагировать на него просто нет шансов. Если соперник провтыкает, пиши пропало. Исполнять спины нужно в тех ситуациях, где вы и ваш соперник двигаетесь параллельным курсом. Все три варианта спина очень похожи между собой. По большому счету они могут использоваться в одной и той же ситуации, потому что все они условно приходят из точки А в точку Б, только каждый из них по своей траектории. Какой из них выбирать в тот или другой момент, решать вам. Могу подсказать лишь то, что Бербатов и МакГиди спин лучше подходят в тех ситуациях, где вы хотите пролезть в коридорчик и убрать сразу двоих соперников. А просто спин в ситуациях один в один. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. И если так, то поддержите, пожалуйста, лайком, чтобы все больше и больше любителей FIFA могли узнать, где же найти качественные русскоязычные туториалы. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. До встречи и всего хорошего.